Дорогие зрители, с вами Леди Кэт Кена и порция свежих сплетен о лондонской элите. Итак, юная Дафна Бриджертон крутит роман с герцогом Хастингсом. Ее брат Энтони завел интрижку с оперной певицей, а Элаиза Бриджертон... Подождите, вы не знаете, кто такие Бриджертоны? Пора это исправлять. В сегодняшнем выпуске поговорим о нашумевшей мелодраме и разберем самые пикантные выражения из главного сериала этой зимы. Поехали! А пока не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео от Puzzle English. Сериал Бриджертоны вышел в конце прошлого года и успел обойти по популярности такие хиты, как Кот Королевы и Академия Амбрелла. Помимо красивых актеров и шикарных костюмов, мы решили обратить внимание на еще один интересный элемент сериала. Он изобилует необычными фразочками, характерными для Британии начала 19 века. Даже сами актеры сериала знают далеко не все из них. Давайте разбираться. Здесь Саймон говорит о том, что цель их соглашения с Дафной держать на расстоянии озабоченных женитьбой матерей из светского общества. Что нам здесь важно, так это слово Оно встречается в каждом эпизоде сериала и даже в самом названии. Термин означает высший слой английского общества в эпоху регенства, то есть начало 19 века. Им принадлежали деньги, власть и всеобщее уважение. Само слово происходит от французского Le Bon Ton, что означает этикет или хорошие манеры. И если бы аристократия дожила до наших дней, мы бы могли использовать это слово, например, вот так. Члены высшего света были замечены на премьере «Чудо-женщины» 1984. Леди Уистлдаун в своей колонке пишет, что Дафна несравненно и называет ее бриллиантом чистой воды. В те времена такое сравнение было применимо к самым красивым дебютанткам высшего света. Считалось, что алмазы самого лучшего качества настолько безупречны, что если их погрузить в чистую воду, они становятся невидимыми. Хотя это не совсем так. Даже сегодня девушке было бы приятно услышать такой комплимент. Например... Каткена бриллиант чистой воды, она абсолютно безупречна. Вот сама себя не похвалишь, так и ходишь весь день. Ну, да ладно. Леди Уистлдаун пишет, что блистательная дебютантка танцевала целых два раза с самым завидным и самым неуловимым по весу герцогом Хастингсом. Писательница использует слово «рэйк». Так называли мужчин, которые тратили кучу времени и денег на пустые развлечения, причем порой аморальные. Чаще всего под эту категорию попадали ловеласы. Сейчас таких экземпляров называли бы «плейбой». Например... Я бы никогда не встала встречаться с Павлом Прилучным. Он абсолютный по весу, он встречается со столькими женщинами, что мне пришлось бы встать в очередь. Кстати, просмотр сериалов на английском – отличный способ освоить живой разговорный язык. Эффективнее и проще всего это сделать на платформе Puzzle English. Здесь в разделе «Видеопазлы» вы можете выбрать любимый сериал или фильм, изучить незнакомые слова и фразы, а после просмотра закрепить, сделать несколько упражнений на грамматику и потренировать незнакомые слова по методу интервальных повторений. Занимайтесь каждый день и совсем скоро сможете понимать абсолютно все, что говорят герои вашего любимого кино. Ну, а мы продолжаем. Элоиза искренне восхищается независимостью леди Whistledown, скандального автора колонки светских сплетен. Ведь она уж точно не жеманится на балах каждый вечер, мечтая о том, чтобы на нее обратил внимание мужчина и приковал к браку. Элоиза использует интересный глагол Leg shackles – это кандалы, одевающиеся на ноги, которые раньше заковывали преступников. Для многих тогда, как и сейчас, брак был похож на тюремное заключение, особенно если он был поневоле. Поэтому в обиходе и была фраза То есть приковать к браку. Существовало много ее вариаций, например Ну, а все они означали примерно одно и то же Говорят, принца Чарльза насильно женили на Диане в 1980-х годах Леди Фезерингтон выражает недоумение Неужели мисс Томпсон птица настолько высокого полета, что она не может сама обуться? Она использует очень интересное выражение High in the instep Дословно эта фраза переводится как Высока в подъеме и была применима в основном к аристократам А все дело в том, что в те времена их гордостью считался высокий подъем стопы Плоскостопие же считалось следствием тяжелой работы простолюдинов Ведь им приходилось много времени проводить на ногах и при этом носить плохую обувь Поэтому самых чванливых дворян можно было иронично описать High in the instep Ты настолько важная персона, что только заказываешь еду на дом но не можешь пройтись два квартала до ресторана? Колин Бриджертон явно не годится Марине в женихе Не созрел еще паренек Leading strings это детские вожжи, которые использовали для малышей, учившихся ходить А выражение to be in leading strings описывало молодых людей, которые все еще находились на попечении родителей У Криса еще молоко на губах не обсохло Он все еще живет с родителями и не работает На сегодня это все Если вы хотите, чтобы мы разобрали английский из других фильмов или сериалов Пишите свои пожелания в комментариях под видео Ну а я с вами прощаюсь До встречи, пока-пока!